Учительница избила ученика учебником. Такое видео распространили в социальных сетях школьники 79-й школы Сормовского района. Сами учителя называют это провокацией. Мы поговорили с обеими сторонами конфликта. Вот что произошло на уроке немецкого у семиклассников. Ну в нее что-то кинули. Крабовые палочки, да, говорят? Да, да, да. Думали, что это я сделал. А потом эти крабовые палочки в меня полетели. Очень понятно. Решили покидаться просто. Попала в учителя. Она избила вообще другого. Так а почему? А кто кидал? Классом прикидывались, с задними портами. А чем кидались? Крабовым палочками. Сорвалась на друга, который громко-громко смеялся. Сначала книгой кинул, потом руками, потом крабовую палочку кинул. Так-то за кофту дергала, в основном. Тебя? Потом в книжку все полетело, да. Сначала книжка пыталась по голове ударить. А потом все-таки кинула ее, потому что ничего не получилось. Мы понимаем сейчас, что дети кидались крабовыми палочками, то есть спровоцировали ситуацию дети. Но учитель не издержал свои эмоции. Было допущено неэтичное поведение, но сказать о деталях пока сложно. Видео это уже окончание ситуации практически. На самом деле то, как происходила провокация педагога на этом видео, не видно. Просто так сорвалась. Не знаю зачем ей это понадобилось. Не разобралась ситуация, что-то так накинулось на меня. То есть ей захотелось методом тыка, наверное. Подумал, что это я. Я ей пытался объяснить, что не надо так делать, что это не я. Она меня не слушала. После урока учитель написал докладную по поводу произошедшего на уроке. В свою очередь я попросила учителя написать объяснительную по этому поводу. Сегодня же поступило от учителя заявление в комиссию по регулированию споров с просьбой объективно разобраться в ситуации. Сейчас соцпедагоги, психологи и педагоги опрашивают детей, каждого ребенка, по тому, что происходило на уроке. То есть я допускаю такой вариант, что на самом деле не этот мальчик кидался. В случае, если это окажется так, учитель принесет свои извинения, естественно. В любых ситуациях все равно должен учитель как-то сдерживаться. У родителей, наверное, должны своих детей как-то воспитывать. Ну, то есть спровоцировали, считается. И мера эта будет зависеть от того, какие все-таки учитель допустила неэтичные нормы, что это будет выявлено. И, соответственно, от этого будет зависеть дисциплинарное взыскование. Я особо на нее обиду не держу. Я ничего не хочу с ней делать. Мне предлагали на нее заявление написать. Я сказала, нет, я не буду. Претензий к учительнице немецкого Виолетте Сафроновой нет также и у родителей этого ученика. Сама Виолетта Николаевна давать интервью относительно случившегося не захотела. Но вот как эту ситуацию прокомментировал заместитель губернатора, курирующий социальный блок. Происходит какой-то акт в отношении учителя, когда ребенок неправ. Учитель пытается доказать, объяснить ребенку, что он неправ. Но в нужный момент включается видеокамера. Эта видеокамера выхватывает из цепочки событий какой-то элемент. Дальше выбрасывается это все в социальные сети и начинается активное обсуждение. Вот и произошло это сегодня в 79-й школе, когда ученики издевались над учителем. Учитель делал замечания, как я понимаю, потому что мы уже провели соответствующее расследование по линии управления образованием Нижнего Новгорода. Нет там ничего такого, что сегодня приписывают в адрес конкретной учительницы. Она пыталась разобраться в ситуации, пыталась утихомирить сложного ребенка, который не хотел, к сожалению, услышать ее. Мы обязательно эту историю доведем до конца в плане расследования. Но в этой ситуации учитель не виноват. Прокуратура, тем не менее, заявила о начале проверки. В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлен конфликт между учителем и учащимся. Назорным ведомствам будет дана оценка исполнения законодательства о качестве оказанных образовательных услуг и при наличии оснований рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кстати, проверку проводит также и полиция. В связи к делу подключилось подразделение по делам несовершеннолетних. Его сотрудники опрашивают ребенка.